Здравствуйте, уважаемые товарищи! Видео номер 2, посвященное даче и связи на ней. Начинаем подвешивать КВ-антенну на неапазон 36 МГц. Как вы уже видели в прошлых видео про сплав. Это моя походная антенна. Полотно, многожильная медная проволока. Уже диаметр, честно говоря, не помню, у кого миллиметра сечения. На столе творческий беспорядок. Я закинул веревку на вот этот молодой дубок. Здесь на самом деле не так-то просто. Лес в основном широколистенный. Заросший. Я здесь находящее более-менее дерево нашел. И забросил, вот видите, наверху, перебросил сюда. Маленький камень навязал на веревку, перебросил веревку. Сейчас будем привязывать баллон и полотно к нему. Как-то так. Вот я все прикрутил, собрал. Полотно растянуто у меня вдоль. Здесь просто влез вообще в чащу. Здесь в сторону дачного участка. Вот так вот выглядит скрузка. Полотно на 14 МГц цеплять не буду. Ну, просто банально некуда растягивать, ребят. Поэтому поработаем пока на 3,6. Если что-то будет мало, не получится, снимем, довяжем. У нас все. Часть антенны готова. Я ее задрал как мог. Где-то вот здесь она висит. Баллон у меня затянул наверх. В общем, сквозь листву там получилось непонятно, как в джунглях. Второй конец вообще где-то там на дачном участке закрепил. Вот. Давайте сейчас соберем станцию и посмотрим вообще, что там показывает КСВ. Что-то вам еще слышно. Вот. Взял приборчик. Измерим напряжение. Ну, при подсоединении. Пока давайте это все в сторонку отложим. Все дела. Тут тетя Марина ходит. Да. Ну вот, ребят, уже боевой, скажем так, будет сейчас запуск. Достаем радиостанцию аккуратненько сюда. Кейс пока закрываем. Поставим его вот так. Это будет одновременно у нас подставкой для радиостанции. Радиостанцию аккуратненько вот так. Раз, здесь подставочку выгибаем. Ну вот как-то так, смотрите. Как-то так. Вполне, да? Вполне. Да, вот так. Мне так нравится. Вот, вот так вот. Марин, вот так вот. Ну, красота, да? Сейчас, конечно, мы поверим, посмотрим все остальное. Сейчас я подцеплю. Я не поленился, взял с собой еще измеритель КСВ. Ну, а что бы его не взять, я же не на своем горбу правильно все это тащу. Прошу прощения за качество видео, но видите, я сегодня без оператора, поэтому одной рукой снимаю, второй рукой. Распутываю, запутываю, короче, без оператора очень неудобно снимать. В общем, короче, сейчас, наверное, поставлю камеру на триногу вам, чтобы вам хоть немного было все это видно. В общем, решил я поставить камеру на триногу, потому что неудобно, ребята, одной рукой. Немножко темновато видно, но я буду комментировать. Берем приборчик, меряем напряжение. Что он показывает нам? 13,12 вольта напряжения. Нормальностью полностью заряженный аккумулятор. Так, сейчас мы подкручиваем сюда клеммы питания с соблюдением полярности. Так, это у меня плюсовая клемма. Все очень простенько. Раз, затянули. Минусовая клемма. Мне уже не терпится услышать звук шипения эфира. Так, ну все просто. Видите, питание я подцепил. Осталось воткнуть разъем. Нет, разъем, пожалуй, воткнем в самый последний момент. Сейчас убьем всех комаров на себе сначала, а потом подключим антенну. Ну все, ребятушки, мучения закончились. Я собрал. Все, честно говоря, забыл, какой из этих разъемов отвечает под КВ и УКВ. Но Яндекс это сила, ребят. Значит, здесь все у меня подключено. Оставлю аккумулятор прямо на столе, не мешает. То есть кабель снижения включен у нас через через измеритель КСВ. Значит, ну я, естественно, уже перед тем, как снимать этот кусочек видео, все включил и измерил КСВ, оно где-то 1,3. Сейчас я вам это продемонстрирую. Включаем станцию. 3630. Естественно, я фон, что было несущее. Так. Режим калибровки включаем. Режим калибровки. Мощность станции выставлена 50W. Кстати, надо могу вам показать. Видите, мощность 50W стоит. Далее. Режим калибровки я установил. Нажимаем на передачу. Калибровка выставлена. Измеряем мощность в прямую. Средняя шкала 200W смотрим. 50W. Видите, все по-честному. И медием КСВ. Медием КСВ. Самая верхняя шкала. На передаче 50W. 1,3,5. Где-то так. Еще раз. 1,3,5. Ульяна Анна 0, Леонид Леонид Мария. Здесь радио Анна 0, Леонид Киловат Галина, Дрой Павел. Сереж, как принимаешь мне прием? Анна 0, Леонид Киловат Галина, Анна 0, Леонид Мария. Сергей, привет. Ну, в принципе, 5,9. Есть чуть-чуть шумы на диапазоне. Но в целом, 100% пока принимаю. Сереж, ну, принято, принято. Ну, ты у меня идешь тоже 5,9, в принципе. Но вот я вчера сегодня сидел. Вернее, вчера-позавчера. Что-то никого не было. Вот единственное, что я связался. Раноль Лис, по-моему, был. Олег там. И больше никого я не слышал на приеме. Ага, понятно. А ты в какое время проходил? Я вчера выходил где-то в 12 часов вечера. Ну, в полночь. В 24 часа. И где-то до часа ночи здесь просидел. Нахожусь в районе Лучегорска. Здесь на Лучегорских дачах. Возле электростанции. Работаю с 837-го. Взял с собой свинцово-кислотный аккумулятор. На 40 Вт сейчас встречаю на приеме. Ага, понятно. Какая мощность сейчас, Гориш? Прямо сейчас работаю с мощностью 50 Вт. 50 Вт на приеме. Ага, понятно. Гориш, я принимаю для города. И в принципе такого расстояния. А ты на инверте, да? Да, у меня обычный инвертит и заводской балун один к одному. Вот. Давай проверим. Слушай, я сейчас перейду на 20 Вт. Слышишь ты меня или нет? Одну секунду. На приеме. Да, давай. Ульяна, Анна, Ноль, Леонид, Леонид, Мария. Здесь радио Анна, Ноль, Леонид, Кивоват, Галина. Сереж, вещаю на 20 Вт. 20 Вт из полей. Как слышно меня на приеме? Слушай, ну в принципе, дружба, в принципе, изничивать, как положено, где-то на полу балла, ну, так, полу балла, пару там, где-то так, на глаз, но на плохо, в принципе, воприятие не изменилось, чтобы не сильные разряды, не очень сильные, нормальные, смотри. Все понятно. Ну вот я сейчас вернул опять на 50 Вт, наверное, сейчас поувереннее иду. А я здесь выбрался, скажем так, на отпуск немного в направлении вот в северной части и взял с собой трансивер и прикупил не полимерный аккумулятор, а вот чисто возимый вариант для машины. Взял сенцовую кислоту и на 17 Ач, вот с него работаю. Но у него внутреннее сопротивление большое, что-то там 7 А для него уже много на приеме. Ага, понятно. Но в 1757 в принципе в 15-ти ватном режиме как раз где-то в среднем 7 Ач живет. В 15-ти ватном режиме, по-моему, от 1 до 9, а на пиках в среднем где-то 5 Ач, где-то 5 Ач, в СРБ модуляции он употребляет аэропорт. Все понятно, все понятно. Ну, слава богу, что все работает. Я думал, здесь проблемы у меня какие-то, потому что, говорю, кричу-кричу, никто не отвечает. Ну, возможно, поздновато, конечно, пол первого ночи уже Приморс и Дальний Восток уже спит, конечно, а я тут вылез на покричать. Как у вас там, кстати, погода на приеме? Да, дождь сегодня здесь, солнечнялся, позвонится, но так хоть дождь, хоть не туман, какое-то разнообразие. Ну, я здесь, получается, веревку с камнем закинул где-то метров, наверное, на 8. Ну, 8-9 метров, наверное, я приподнял. Но здесь, получается, лесок, лесополоса, значит, широколистренный лес, мокрый сейчас, и я сквозь чащу прямо натянул. То есть, такого свободного подвеса полотен нету, сквозь листву, сквозь деревья на приеме. Ага, да не, нормально, для леса, тем более мокрого, нормально, в принципе, ну, достаточно такое уже серьезное расстояние между нами. Вот, я, помнится, ну, Гораков, в принципе, она у Лучегорска, это недалеко. Ну, ну, так, если, скажем так, сравнивательно, здесь на Владивосток, да, у Лучегорска и Гораков, они примерно, там, на равном расстоянии. Ну, вот, я всегда на кухотил, на 10-20, ну, конечно, так уже, народ, слышно было, что струну принимают. Причем это было, там, мол, лет 5 назад, когда еще ПИППИС было пометен. Вот, в последние годы, я так понял, что КВРП, даже, когда внутри края, следствия пытаются провести, даже внутри края, народ уже так ненавидимо принимает, смотри. Ну, да, шум, шум, потому что я вот вчера, когда антенну повесил, я вешал ее днем, ну, чтобы последовало было, ну, можно было удобно. Померил КСВ, КСВ 1,3 показывает, ну, в принципе, полотна согласованы. Шумы 9 с плюсами, 2 плюса, думаю, ну, вечером будет нормально, как обычно, а ничего не поменялось, и вот сейчас тоже вечер, и вчера было, сейчас ночью, 9 с плюсами, 2 плюса и так далее, то есть шума много на время. Ага, понятно, дороги D, они начинают на 3640, еще с ТВК, думаю, начинают залегать, так что 3640 включает, походи там, я думаю, если их будет ответить, то они там переключить, если вечер не настраивают, там 3500, 3500 грязи, ну, там еще шабарчики, капсаболь, ну, шабаровский, кажется, тоже активно подходит. Ну, все понятно, но я, на самом деле, с собой брал еще полотно на 14 МГц, в принципе, я уже много раз пробовал вешать на один баллон перпендикулярно два полотна, на 3,6 и на 14. Ну, вот сейчас просто поленился, потому что в лицо неудобно вязать, здесь я эти лучи, плечи и так ели, как привязал. Короче, поленился, может быть, завтра попробую еще, завтра четверг, кстати, круглый стол, может быть, подойду даже, например. Субтитры сделал DimaTorzok. Да, принято, Сереж, сейчас одну секундочку, я поправлю камеру, съехала камера, одну секундочку на приеме. Ульяна, Анна 0, Леонид, Леонид Мария, здесь радио Анна 0, Леонид, Киловат, Галина, Дрой Павел. Сереж, как принимаешь мне прием? Ага, да, я принимаю, нормально. Так, что-то хотел сортить, я вылетел в армию с головы. Ну, ладно, в армию с головы. Ну, так, рискованных вопросов нет, если это есть, я направил в армию с 57-мой, я хотел, из моего опыта, наверное, рассказать. А, вот, ну, значит, похоже, я расскажу. А, кстати, это вот, ты говоришь, надеюсь, надеюсь, за тебя поменьше, а у тебя там антенюатор и преамп, в каком положении? Преамп выключен, антенюатор включен? Выключен у меня он, выключен полностью, на приеме. Ну, да, ну, тогда да, многовато, конечно. Ну, хотя, если лутык недалеко, наверное, шумит он хорошо. Сколько там примерно от электростанции? От меня по прямой порядка 3-х километров, наверное. И здесь веером расходятся линии, там, 35 кВт и выше. То есть здесь, по части, электромагнитного индустриального шума очень плохое место на приеме. А, ну, тогда да. Я вот, кстати, когда мы с тобой тоже связывали, я на Читолазе, как ты был, от февраля, от февраля, там мы тоже ЛЭС протянули через рейтинге без пряма. И она была от нас недалеко, мы, через кризис вышли. И вообще, я не знаю, была пропускателька в городе, с точки зрения, помех. Причем, самое интересное, тем, какие эти помехи были, посильнее, но вот эти отчетки еще так было, значительно смог. Вот, так что, да, никогда у меня ЛЭС недалеко, и даже поле-не поле на приеме было. Да, влияет очень сильно, очень сильно. Периодический отрезок слышу такой характерный. Ну, другого места пока у меня нету здесь. Вот, удовольствую с чем, что есть. Потому что в водеостойке я пока антенну разобрал, был весь в работе, некогда было. И станция на балконе вместе с блоком питания простояла там больше, чем полтора месяца. Сейчас пока временно разобрал. Может быть, доделаю дельту, на которую я все уже заготовил. Вот, на приеме. Сереж, пока, 73, до связи. Сереж, спасибо, спасибо. Я здесь, по крайней мере, полчаса точно буду до полуночи. Спасибо, давай, я покричу. 50 метров, здесь радио Анна 0, Леонид Кивоват-Галина, Дрой Павел. Радио Анна 0, Леонид Кивоват-Галина, Дрой Павел. Всем, кто принимает меня на приеме. Радио Анна 0, Леонид Иван Сергей, слышу вас тоже на 5.9 сегодня. Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. У вас отличная женщина, я этого принимаю сегодня. Если память не ошибает, Олег, ну, может быть, не знаю, сегодня, может быть, проходимость какая-то другая. Я просто вчера все переживал, думал, здесь сильно сказывается влияние электростанции. Все-таки Приморская ГРЭ самая крупная в Приморье. Ну, вот сейчас мы переговорили с Ульяной Анной, Леонидом Леонидом, Мария. Все было нормально на приеме. Да, Олег, сегодня значительно лучше. Ну, не 100% прямо, ну, 4.9, 4.8 я даю, но, в принципе, сегодня все разборчиво. Все слова я сразу с первого раза понимаю и позовной сразу разобрал. Поэтому, видимо, просто сегодня лучше условия на приеме. Приморская ГРЭ. Принят вопрос про Яги. Про Яги, да. Я купил весь материал, и профильный уголок, и, значит, алюминиевую трубу. Все это продается на Жигури. Я потом в офлайне, в офлайне дам контактные данные человека, который продает. У него было много всякого материала. И уголок, и профильная труба, и прямоугольная, всякое разное там. Значит, в принципе, у него все купил и достаточно дешево очень купил на приеме. Да, я понял. Прямо спасибо за информацию, на что я подплатил подчеркнусь. Да, так и все, если вы этого больше нет, у вас есть, потому что на том, что у вас еще появится связь. Радио Анна 0, Ленинский, у вас Гарину, Трофе, Павел. Здесь радио Анна 0, Ленинг, 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 33. Олег, все хорошего, спокойной ночи, до связи, 73. Ребят, ну сегодня получше у меня идет, получше идет. Я вот переговорил уже с двумя корреспондентами, оба из Владивостока. Вот. Это третья попытка моя выйти на связь. То есть вчера пытались днем, вчера пытались вечером, ничего не получалось. И вот сегодня, на следующий день, 17 июня, получилось. В 20 метрах приглашаем Ульяна Анна 0, Леонид Галина, Центр. В городе Владивосток, Ульяна Анна 0, Леонид Галина, Центр. Прием. Ульяна Анна 0, Леонид Галина, Центр. Здесь радио Анна 0, Леонид Кивоват Галина, Дробь, Павел. На приеме. Раболевка Галова, ЛКЦ. Да, Сергей. Добрый вечер. Слышу. Так, мне нужно покачивать там, что может на уношение и на пол закручено. О, вот я так понял, ты знаешь, ты в Учегорске. Вот, на драке сидишь. Это в каком районе дача самого? Прием. Вань, правильно, да? Ваня, вроде бы. Дача, Лутековские дачи возле Приморской ГРС за теплым каналом. Получается, если из Учегорска в сторону Хабаровска ехать, то сразу за электростанцией на право с ворот. Ну, ты должен быть в курсе на приеме. Да, я сейчас отрубил локальный уровень, по месту, я принимаю очень. Очень плохо меня, как слышно? Тебя слышно где-то 4.8, 4.8 на приеме. Наложил немного еще веток костер, чтобы еще минут 15-20 посидеть. Сейчас прогорит. Да, пожалуй, пойду. Друзья, на этом мои сегодняшние посиделки заканчиваются. Сегодня позже я уже больше выходить не буду. Кому понравился материал, ставьте палец вверх. Кому не понравился, ставьте палец вниз. Пишите комментарии обязательно, потому что я читаю все комментарии. Пишите предложения, что бы вы хотели, чтобы я снял для вас в следующий раз. Может быть, темы какие-то есть интересные, которые я не раскрыл еще, а вам интересно. А на этом все. Пока!